Кстати, я вот подглядываю, вы уж извините, Владимир Константинович, для того, чтобы обновление смотреть по теме этого ядерного вооружения, о котором говорил Зеленский, вот уже ГЛИД публикует материал со ссылкой на украинского чиновника, который специализируется на закупке оружия, и значит издание вообще утверждает, что Украина может создать ядерную бомбу или получить ее за несколько недель. Материалы и знания для этого есть. Также есть пути получения необходимых компонентов. Уж не знаю, друзья, правда нет, но вот об этом пишет немецкое издание БИД. В целом, вот если так подытожить эту подтему, Владимир Константинович, вы можете себе представить какое-то развитие событий, которое в итоге может привести действительно к тому, что Украина снова станет ядерным государством? Ну, я думаю, что людей квалифицированных, умных в Украине, так сказать, достаточное количество. Я напомню нашим слушателям, хотя многие, наверное, об этом знают, в свое время континентальные ракеты делались именно на территории Украины. И поэтому, так сказать, способные инженеры там, безусловно, есть. И поэтому при получении необходимых компонентов, я думаю, что вполне возможно, технически эта, так сказать, задача может быть быстро реализована. Друзья, пишите, как вы считаете, как вы относитесь, кстати, к пророчеству довольно страшному Валерия Залужного о затяжной войне. Вот, пишите, очень ваше мнение будет любопытно. Возможно, зачитаем самые интересные комментарии в последующих интервью. Представил Владимир Зеленский уже, наконец-то, публично свой план победы. Да, есть три засекреченных пункта. Первым из публичных, в первом из публичных речь идет о перспективе вступления Украины в НАТО еще до окончания войны. Я помню публикацию в Financial Times, которая наделала много достаточно шума о том, что, вероятно, Украину может сдать сценарий ГДР и ФРГ, когда ФРГ стала частью Североатлантического Альянса, объединившись уже после развала Советского Союза. Там, ну, блин, не после развала, но, в общем, во время событий, которые привели в итоге к развалу Советского Союза, уже страна объединилась и полностью вошла в состав Альянса. Украина для этого должна будет отказаться, как я понимаю, от идеи силового возврата оккупированных территорий. Их никто признавать не будет, они будут считаться оккупированными. Ну, а там глянем, да, мол, Россия может развалиться, может Путин умрет. Ну, короче, черт его знает, что там может произойти. Но зато вот свободная территория Украины будет под защитой. Владимир Константинович, я не прошу вас, скажем так, давать советы украинскому руководству, но в целом, насколько жизнеспособным вам кажется такой сценарий? И как вы считаете, да, вот, может ли в теории согласиться на такое Путин? Будет ли это для него приемлемо? Согласиться на что, Алексей? Ну, например, скажем так, на то, что если союзников будет консенсус по поводу вступления свободной части Украины в Североатлантический Альянс, при условии, что оккупированные территории будут оккупированными, Украина не будет их силой возвращать в ближайшее время. Ну, мне трудно, так сказать, решать за Путина, но я думаю, что такой вариант бы мог бы и устроить. То есть, в любом случае, он бы, так сказать, достиг тех целей, с которыми он начинал эту агрессию. Ну, а так, остальную часть Украины, ну, ладно, пускай примут в НАТО, ему, вроде бы, как это, так сказать, все равно. Ну, и плюс, так сказать, Путин мог убедиться в том, что НАТО, к сожалению, достаточно импотентная организация. Она могла бы действительно действенно, так сказать, помогать Украине по-настоящему, а уж тем более ее принять, и тогда бы, так сказать, совсем по-другому развивались бы все эти события. Однако этого не происходит. Поэтому Путин, так сказать, скажем так, наверное, всерьез и не воспринимает НАТО. Поэтому, к примеру, если исходить из его логики, ну, скажет, какая часть Украины, пускай, и войдет НАТО, а своих целей я в итоге все равно добился. И мы тем-то, как они говорят. Ну, а сама формула, да, вступления свободной части Украины в Североатлантический альянс для защиты, чтобы Путин не мог продвинуться дальше. Вот насколько вам она кажется жизнеспособной при условии, что те территории останутся оккупированными? То есть, может ли это в итоге, в перспективе привести к тому, что Украина объединится, или же такое решение навсегда, скажем так, поставит крест на возврате украинских территорий? Потому что, ну, вот ФРГ, ГДР же объединились, да, Азербайджан вроде спустя 30 лет, условно, да, или сколько, ну, десятки лет восстановил территориальную целостность. То есть, аргументы у тех, кто за такую формулу есть, мол, есть примеры. Как вы считаете, вот жизнеспособна ли такая формула? Ну, надо исходить из того, что вечного ничего в этой жизни нет, все, так сказать, меняется рано или поздно. Поэтому на сегодня это может быть вот такая ситуация, о которой мы говорили, что Украину так вот, так сказать, поделили нечестным образом. А по прошествии какого-то количества лет все может резко поменяться. Никто же не думал в свое время о том, что, и даже, так сказать, как известно, так сказать, железная леди Тэтчер возражала против объединения Германии. Тем не менее, она объединилась, никто представить все не мог. Так же, как никто не мог в свое время представить о том, что советские войска выйдут из Восточной Европы, тем не менее, оттуда ушли. Поэтому все может быть в мире. Или опять-таки, так сказать, ну, целый ряд, так сказать, исторических примеров в части других государств. Поэтому все возможно. Время проходит, и многое меняется. Меняется и мнение некоторых функционеров и политиков после того, как они уходят со своих постов. Довольно смело стал высказываться бывший генсек НАТО Йен Стоутенберг, который совсем недавно покинул свой пост. Он уже, как это сказать, раскаялся в том, что НАТО слабо помогало Украине, и надо было больше. И говорит, Украина теряет свои территории сейчас и потеряла в начале этой войны только из-за того, что, значит, недостаточное количество вооружения было. И поддерживает он вступление Украины в альянс, вне зависимости от того, идут боевые действия сейчас или нет. Вот просто так по-человечески интересно. Что же язык-то у всех так развязывается? Вот Бориса Джонсона тоже. Только когда они пост свой покидают. Вы тогда, когда были с полномочиями, бы лучше так рассуждали. Да, согласен, согласен. Это двуличие совершенно очевидное. Отсутствие элементарной, я уж не говорю, политической воли, а человеческой воли. Если человек, так сказать, исходил и ранее из таких соображений, почему он действительно не действовал так, о чем он говорит сейчас. Вот. Ну, вот, к сожалению, оно так. Мир, так сказать, он многообразен. Люди разные. Ну, единственное, что, так сказать, отрадно, что признают, что действительно помогали недолжным образом, а теперь оказываются в той ситуации, в которой они есть. Которая всем, так сказать, не к радости и многих, так сказать, удручает. Потому что сложно Украине, так сказать, в этой ситуации бороться, потому что нет всего необходимого, что ей необходимо для победы. Да, мы в целом наблюдали, как с первых дней звучали слова поддержки в стиле «мы не дадим Украине проиграть». Но почему-то никто не говорил о том, чтобы Украина должна победить. И вот здесь, знаете, многие мои собеседники сходятся в тезисе, что полный разгром оккупантов на поле боя, он не просто пугает, а он, возможно, даже не выгоден основным союзникам Украины. Потому что с Путиным привыкли торговать, Путин предсказуемый, а вот кто придет на его место, непонятно. Хотя вот лидеры российской политической эмиграции, антипутинской оппозиции, которая сейчас находится в Европе, я вот не раз тоже слышал этот тезис. Они говорят, кто бы сейчас не пришел на место Путина, вот какой бы это ни был людоед, диктатор, это будет лучше, чем то, что есть. Потому что у Путина устойчивая система, а вот если придет кто-то новый, пока он будет перестраиваться, ему будет не до Украины, и вообще можно будет этим моментом воспользоваться. Вот как вы считаете, действительно ли кто угодно сейчас был бы лучше, чем Путин? Ну, пожалуй, что да, потому что действительно, когда меняется политическая элита, происходит ряд изменений в стране и в ее политике, и многое меняется. Я в этом плане напомню, так сказать, события после Майдана, так сказать, Украины, когда произошел резкий, можно сказать, катастрофическое изменение политической элиты, что позволило практически без серьезных усилий России захватить Крым. Поэтому, когда подобные происходят, так сказать, резкие изменения политической элиты, то впоследствии могут быть самые непредсказуемые. Я вот сегодня вспоминал Столтенберга, он решил поделиться воспоминаниями, ну я же говорю, развязался язык у человека, и вот он же был не только генсеком НАТО, он еще в свое время был премьером Норвегии, да, если не ошибаюсь, или Финляндии, ну одной из скандинавских стран, Норвегии, по-моему. И вот он рассказывал, да, и он рассказывал, что в 80-е и 90-е, чуть ли не на протяжении 10 лет, вот там с 80-х по 90-е, раз в месяц обедал с сотрудником КГБ по фамилии Кириллов, и ел с ним огромные сэндвичи с креветками. Он говорит, я пытался его завербовать, вот, но оказалось, что вербуют меня, и потом Столтенберг уже из-за рассекреченных архивов КГБ узнал, что у него даже было кодовое имя, у Столтенберга было кодовое имя в КГБ, его называли Стеклов, так он проходил в документах. Личному делу Столтенберга присвоили графу ДОР, дело оперативной разработки, и в общем за Столтенберга брались очень и очень крепко. Ну вообще какая-то очень интересная ситуация, сотрудник КГБ, об этом все знают, в Норвегии, 10 лет ест бургеры с креветкой, значит, с премьер-министром, теперь сам, значит, человек этот об этом рассказывает, в общем, какие-то шпионские игры. Вот, в целом, хотелось бы, чтобы вы поделились вот своими знаниями, насколько действительно такие главные, основные лица в политике тех или иных стран являются целью, да, скажем так, ну, какого-то контакта, вербовки, например, российских спецслужб, потому что, ну, если у человека даже было кодовое имя и своя папочка с надписью «Дело оперативной разработки», ну, это серьезно. Ну, дело в том, что это дело как-то, сейчас я поясню, любая разработка и любое дело, как КГБ называлось, «Дело оперативного учета», как правило, ему присваивались условные номинования. Вот, поэтому, так сказать, «Стеклов» — это не псевдоним агента, а псевдоним объекта, который подвергается активному изучению, потому что «Дело оперативной разработки» — это дело активного, активной разработки объекта в плане его вербовки, возможной вербовки. И, соответственно, собираются документы всякие и все прочее. Документы, простите, я уточню, Владимир Константинович, документы — это что, это какой-то компромат? Нет, любые, но прежде всего, так сказать, материалы этих бесед, в которых, так сказать, тот офицер спецслужбы, который беседует с политиком, занимающим высокое положение, фиксирует его, так сказать, отношение к его стране, который представляет сотрудник спецслужбы. Вот, как он оценивает, так сказать, события, которые происходят в мире, вот, насколько он, так сказать, в этом плане трезво рассуждает, можно ли его в дальнейшем, к примеру, использовать и так далее. Подобные контакты между сотрудниками спецслужб и людьми, занимающимися высокие, так сказать, положения в различных странах, они имели и имеют место, так сказать, такие неофициальные контакты, когда идет прощупание с обеих сторон. Спецслужба, так сказать, прощупает со своей стороны, политическое руководство какой-либо страны, так сказать, посредством, скажем так, анализа тех вопросов, которые задают представители спецслужб другой страны, пытаются выяснить, в каком направлении, так сказать, эта страна пытается рулить. Рулить, примерно вот так. Поэтому ничего в этом, так сказать, такого экстраординарного я, честно говоря, не вижу. Да, 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 я понимаю. Если уж заговорили о влияниях тех или иных разведок, ну, в первую очередь российской, тогда еще ранее советской, на нынешних действующих европейских политиков. Ну, я много слышал про Ангелу Меркель, уж не знаю, подтвердите вы или нет ваше личное мнение, ну и вообще вот о Германии, да. Да, Шольц тут решил стать первым западноевропейским лидером, который с начала большой войны решил поговорить с Путиным. Вот поэтому у меня два вопроса. Ну, во-первых, о Меркель, раз я уже вспомнил ее, поделитесь вашим мнением в контексте работы с российскими спецслужбами или советскими спецслужбами. Ну и насколько сильно влияние ныне? Вот о Шольце, почему он, ну, скажем так, всячески как будто пытается, ну, вроде и Украину под давлением США поддержать, но в то же время и с Путиным сильно не поссорится? Ну, его же ливерной колбасой называют, так сказать, на родине. Более того, здесь, так сказать, вот живя в эмиграции, у меня один, так сказать, близких друзей, он немец, мой ровесник, мы, так сказать, с ним представители послевоенного, так сказать, поколения. Вот, он приехал в Канаду в 17-летнем, я много старше, но мы абсолютно находим с ним общий язык, и он это Шольце терпеть не может, но это известное, так сказать, его наименование в Германии, ливерная колбаса, потому что он никакой. Вот, а в части, так сказать, разговора с Путиным, потому что он понимает, так сказать, свою слабость и низкий авторитет в стране, а вот поговорив с Путиным, он как бы его приобрел. Кстати, что касается Меркель, это известно, что она в свое время была активной комсомолкой в Восточной Германии, в ГДР, вот, и потом каким-то образом оказалась рядом с Колем, и Коля ее, так сказать, продвигала, а рядом с Колем была, действовали агенты влияния КГБ, вот. Вот, была ли, так сказать, сама Меркель агентом КГБ, сказать трудно, не возьмусь, потому что для этого нужно иметь убедительные, так сказать, доказательства в виде, скажем, так сказать, ее личного дела как агента, вот. Но вполне возможно, что какое-то влияние она на себя в этом плане со стороны КГБ, я имею в виду, испытывала, вот. Вот, а что касается агентуры, так сказать, в Восточной Европе, которая, так сказать, ну, был советский блок, так называемый, блок Варшавского договора, конечно, агентура там, так сказать, имела место, активно вербовалась, и она, так сказать, осталась, либо законсервирована, либо действует, вот. И в какой-то мере, конечно, может влиять на политику в этих странах, ну, КГБ в том числе. Ну, все-таки, уточню, Шольца завербованным агентом вы не считаете, просто это его желание себе политические очки набрать, я правильно понял? Конечно, 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 нет, именно так, именно так, что он пытается набрать, условно говоря, политические очки, вот. И более того, будучи агентом, он бы не стал таким образом, я применю термин, который в спецслужбах употребляется, светиться в этом плане. Ну, тогда это становится очевидно. Друзья, очень ваше мнение интересно, но и за такие истории подробные, и вообще за такую информацию, которую можно узнать только здесь от Владимира Константиновича, пожалуйста, нажмите на лайк, очень приятно будет, если большее количество людей увидит нашу беседу. Ну, и напоследок, Владимир Константинович, Трамп на днях сделал довольно громкое заявление, понимаем, что к его надо высказыванием относиться сейчас как к исключительно политическим, да, но он уже не впервые пугает мир Третий мировой. И в целом, ну, может ли она начаться? В теории может. Мы видим, сколько есть точек сейчас, ну, напряжения, да, если не сказать сильнее, помимо войны в Европе и войны на Ближнем Востоке, есть еще отдельные регионы, где может вспыхнуть просто в любой момент, да, вот. Но теперь Трамп пошел еще дальше, и он назвал чуть ли не дату начала Третьей мировой, он говорит, что если все будет продолжаться в таком же темпе, ну, и в контексте Украины, если не найти какое-то решение окончания этой войны, а точно так же и на Ближнем Востоке, а точно так же там и Китай, и Тайвань, и так далее, то Третья мировая может начаться уже в течение трех, четырех или пяти месяцев. Вот, Владимир Константинович, просто напоследок ваши личные ощущения, движемся ли мы реально сейчас к Третьей мировой войне, к глобальному противостоянию западного блока и того, что теперь называют либо объединенный юг, либо другой части, которую называют осью зла? Да, конечно, ситуация, она действительно чревата, чревата этой ужасной войной, после которой мало что может быть остаться вообще на нашей грешной земле. А что касается заявлений Трампа, я считаю, что они при все имеют политическую, так сказать, подоплеку, потому что Трамп все время заявляет, был бы я, войны бы в Украине не было, буду я президентом, я ее сразу прекращу. То есть угроза войны, так сказать, ядерной, отпадет. Я думаю, что, прежде всего, заявление вносит именно вот этот характер, именно политический. Ну, а вот ваши ощущения в плане Третьей мировой. Ну, вот, знаете, бывает такое предчувствие. У многих оно было, когда готовилась война России против Украины, большая война, я имею в виду, в 22-м году. И тогда вот я, например, был скептиком, да, потому что я логически не мог для себя найти аргументы, плюсы для России, допустим, нападать, да. То есть я с одним из очень известных военных экспертов, буквально за два дня до войны, вы все его, друзья, знаете, я просто не буду называть корректности, так сказать. Он мне говорил, Алексей, нам не нужна противоракетная оборона в Украине. Ну, не будет. Ну, вы же, как вы говорите? Ну, противовоздушная, я понимаю. Ну, противоракетная, говорит, вы что, можете себе представить, что Путин будет Киев баллистическими ракетами бомбить? Он был в этом уверен, и я его не виню, потому что он не видел в этом, ну, логики. Но у многих было предчувствие. У вас сейчас есть предчувствие, что Третья мировая близко? Ну, я надеюсь, что, так сказать, политические лидеры стран всего мира не выжили окончательно из ума, потому что, как и ранее это говорилось, на сегодня это тем более очевидно, трудно представить, кто в этой войне не то что выиграет, а выживет, попросту выживет, потому что, помимо того ужасных разрешений и гибели миллионов людей, учеными это уже, так сказать, четко обосновано, наступит так называемая ядерная зима, когда в атмосфере, так сказать, земли будут плотные облака, не будет несколько десятилетий лета, не будет урожая, ничего, все погибнет. Поэтому я не надеюсь, что все-таки не настолько мир обезумел, чтобы к этому прийти. Выигрышей в этой войне не будет, это очевидно. Продолжение следует...